Команды из Тимрюка, Новороссийска, Геленджика, Славинска-на-Кубани и других городов Краснодарского края. Всего около ста человек боролись за победу. В этом году фестиваль разменял второй десяток. На фестивале у нас три вида. Это спортивный туризм, групповая дистанция, соревнования лабиринт, спортивное ориентирование и соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе. В рамках первенства Анапы у нас проходит пешеходная дистанция второго класса, где будет выполнение до второго взрослого разряда. И в рамках чемпионата у нас дистанция третьего класса, где будет выполнение первого взрослого разряда. Первое задание для участников – командное прохождение полосы препятствий с использованием альпснаряжения. Здесь потребовалось не только слаженность и взаимодействие, но и выносливость. Дистанция кажется несложной только на первый взгляд. Все испытания необходимо проходить максимально быстро, любая ошибка снимает очки. Мы просто умеем это делать и так. Хорошая подготовка, думаю. В призовых местах будем, должны быть. Не менее напряженная обстановка и на скалодроме. Здесь необходимо было подняться на самую вершину за короткий промежуток времени. Александр Редькин, студент Анапского колледжа сферы услуг, показывает превосходный результат. Его подъем занял всего 9 секунд. Тренировался в прошлом году, выступал уже здесь и показал тоже неплохие результаты. В принципе, я и до этого занимался у себя в школе. Так, уже сам могу. А вот на спортивном ориентировании в задании «Лабиринт» у многих возникли трудности. И здесь многое зависело не столько от возраста, сколько от навыков и интеллектуальной подготовки. Мария Камышина – самая юная участница. Однако, она не только быстрее всех выполнила задания в своей возрастной группе, но и не допустила ни одной ошибки. У нас Лариса Борисовна ведет туризм, и я хожу на всякие кружки по туризму. И мне нравится этим заниматься. И мне это увлекательно. По итогам соревнований в дисциплине «Дистанция пешеходная группа» первое место поделили ученики школы номер 6 и студенты филиала Сочинского госуниверситета. В личных соревнованиях по скалолазанию лучшее время показали и Екатерина Стасенко, Алексей Романов и Николай Перевертин. В дисциплине «Лабиринт» победу одержали Виталий Асафинов, Владислав Вакорин и Николай Перевертин. Эти спортсмены войдут в городскую сборную и будут представлять Анапу на краевых соревнованиях по туризму, которые пройдут в конце ноября в Славянске-на-Кубани.